Всем привет! Сегодня бы я хотел рассказать вам о своем характере и ответить на вопрос интроверт я или экстраверт. Многие думают, что я экстраверт, потому что я, во-первых, я много пишу в социальных сетях, в таких как в основном Twitter, также много делаю постов и в Инстаграме, в YouTube иногда записываю ролики, и это все признаки общительного человека, потому что он любит делиться своими мыслями, общаться с аудиторией. И также, что касается учебы, я очень много отвечаю во время пар. Это не только ответы, то есть это могут быть какие-то шутки, я взаимодействую своими там однокурсниками как-то в рамках учебы, в рамках ответа, в рамках пары. И это создает впечатление, особенно среди моих одногруппников и однокурсников, что я очень общительный человек, потому что я постоянно там начинаю как-то подшучивать, говорить, отвечать. Но это все все мотивировано. Мотивировано чем? Оценкой. То есть показать свои знания, показать, насколько хорошо я разбираюсь с теми, насколько мне просто общаться на эту тему и вообще в рамках этого предмета с преподавателем там и взаимодействуя со всеми там остальными одногруппниками. И вот это как раз создает ложные впечатления о моем характере. И вот это очень частая ситуация, когда я встречаюсь с своими знакомыми или друзьями, все начинают говорить, говорить, а я, ну я в основном молчу как-то, вот мне так комфортно. То есть я отвечаю, могу что-то сказать, но редко как бы перетягиваю одеяло на себя и начинаю так же как-то активно, как на паре, там затирать, там какие-то шутки, вот разговаривать, вот как, ну как есть душа компании, знаете, вот все время что-то говорит, там подшучивает, там какие-то там к этому обращается, к тому вот. У меня вот так это не работает почему-то. Ну, вернее, я знаю почему, потому что у меня другой характер, и поэтому многие меня спрашивают, а чего ты молчишь там, Андрей, ты в порядке, ты там не грустный? Да нет, я просто волчаливый человек по своей натуре. Поэтому я, наверное, интроверт, а не экстраверт, потому что вообще я люблю проводить время один. То есть сидеть, сидеть одному, например, там что-то смотреть, читать, там играть в приставку какую-нибудь там или еще во что-нибудь. Мне это вполне комфортно делать. То есть я знаю люди, которые не могут и дня прожить без общения с другими. То есть я могу, мне это вообще как бы спокойно и комфортно. То есть у меня нет такой потребности в постоянном общении, в постоянном поиске там с кем бы поговорить. Единственный человек, с которым я очень много общаюсь, с которым я бы постоянно говорю, то есть без перерыва, без каких-то там, вообще без рамок. Это моя девушка. Потому что у меня как бы с ней такой особый уровень близости, поэтому я могу с ней как бы говорить как сам собой. Что касается друзей, даже близких, наверное, я больше молчу все-таки, чем говорю. Ну вот в целом. А если говорить про знакомых, то тем более. То есть это такая моя черта характера. Я вот это для себя понял, наверное, недавно. Я всегда думал, что я такой общительный, там, экстраверт со всеми, там, о, ха-ха, там, это, говорю это. На самом деле я посмотрел на себя со стороны, в коллективе, в группе, вне учебы, там, скажем так, в свободное время. И я действительно довольно молчаливый человек. Поэтому я вот это видео как раз записываю, может быть, чтобы вам это прояснить, чтобы я, если вы думаете, что я такой вот, как в Твиттере, все время там что-то подшучиваю, там, подтруниваю, ха-ха-ха, там этот, пост этот, там этот стих, там, и все такое, на самом деле нет. На самом деле я очень молчаливый человек по своей натуре. Ну, мне так кажется. Наверное, если мне так кажется, так и есть. И в этом, наверное, все-таки тоже кроется небольшая проблема, потому что иногда мне хочется больше общаться даже с друзьями, больше быть в каком-то коллективе, веселиться. Но затем я как-то мало чего делаю для этого. То есть я люблю больше, чтобы меня куда-то позвали, сам редко проявляю инициативу. И в этом, наверное, и кроется основная сложность нахождения такого крупной, крупной группы для засовки, там, для общения, для всего. Да, еще что я хотел сказать, что я даже не знаю. Вот многие очень любят рассказывать о себе, о своих интересах. Вот там, мой основной интерес, это, ну, стихи, наверное, там, творчество, там, рассказы. И я как-то, знаете, в жизни о них особо не говорю. То есть мне как-то, даже как-то неловко про себя говорить, что у меня такие интересы как-то. Мне кажется, что я начинаю как-то хвастаться, знаете, что, смотрите, какой я весь творческий, какой я такой крутой. И пишу какие вещи интересные, там, стихи, там, рассказы и все такое. И поэтому как-то я вот на эту тему не говорю. Это как бы основное мое увлечение, то есть по жизни. Я не могу почему-то, может, что-то мне мешает об этом свободно говорить. Также, как бы, вообще о своих других интересах, там, настольный теннис, которым я занимался много лет, тоже мне нравится. То есть тоже как-то не люблю говорить. Там, сериалы, которые смотрю, тоже почему-то как-то, ну, могу поговорить, но как-то тоже немного. Потому что я не люблю вот много-много говорить себе, чтобы все меня как-то слушали. Вот это парадоксально, потому что, когда я веду социальные сети, я, наоборот, люблю, чтобы все там читали, там, что-то при меня интересовались. А в жизни как-то это, как бы, обратно. И вот это, как бы, интересная черта характера. То есть такая антонимичность, антонимичность образа в сети и в жизни. И, наверное, я на самом деле что за среднее между всем этим? То есть, ну, почему-то веду себя по-разному. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Всем хорошего настроения и пока.